В Подмосковье сегодня задержали опекунов, избитого до смерти трёхлетнего мальчика. Ребёнок скончался в реанимации Подольской больницы. Под подозрением оба супруга отношения в семье, где воспитывались шестеро детей, в том числе трое приёмных, оказались, мягко говоря, запутанными. Следователи выяснили, брак между опекунами был фиктивным, а на подопечных сиротах, похоже, зарабатывали. Дарья Окунева, продолжение темы. С утра в Подольском многоэтажке работают следователи. Пытаются выяснить условия жизни многодетной семьи, в которой от тяжёлых травм погиб приёмный сын. Андрею было три года. Опекунов 42-летнюю Валентину Рахимову, её 22-летнего мужа, сегодня задержали. Допрашивают. Почему вы здесь находитесь? Кого? С самого начала в семье путались в показаниях. Валентина Рахимова утверждала, что ребёнок просто неудачно упал. Одна из её родных дочерей из-за двери объясняла травмы судорогами. У него был приступ, эти легкие и прочее, прочее. Сейчас этим занимаются следствия. Но судмедэксперты настаивали, характер повреждений насильственный. И вот сегодня появилась, правда, пока неподтверждённая информация. Рахимова признаёт, что била ребёнка. Мол, дети непростые и нервы сдали. В этот дом семья Рахимовых переехала в октябре прошлого года. В небольшой съёмной трёшке разместилось шестеро детей и двое взрослых. Жили закрыто. По крайней мере, никто из соседей или детей на детской площадке семью вспомнить не может. Помнят только в управляющей компании. Валентина Рахимова, к своим троим взявшая под опеку ещё троих, нашла время устроить скандал из-за проверки счётчиков. Она была слегка, конечно, вспыльчива. Очень возмущалась, почему должны это делать собственники, а не управляющие компании. Сегодня появилась ещё одна деталь. Брак опекунов был фиктивным. Брак был заключён с целью удвоения размера пособий, выплачиваемых государством на содержание опекаемых детей. Молодой человек на самом деле сожитель старшей дочери Валентины. Вот она на фото. На официальный союз со своей гражданской тёщей мужчина решился, скорее всего, ради денег. Выплаты на вознаграждение опекуну, приёмному родителю в данном случае, составляют около 15-25, плюс-минус 20 тысяч рублей. Важно отметить, что если приёмной семье два, соответственно, приёмных родителя, мама и папа, то оба они получают вознаграждение за воспитание приёмных детей. А значит, семья получала от государства ежемесячно более 120 тысяч рублей. Как расходовались эти деньги? Дети были обеспечены. Рахимова отчитывалась по всем приобретениям, которые были для детей. Так в местной опеке объясняли ситуацию вчера. Сегодня уголовное дело возбуждено против самих чиновников. Их обвиняют в преступной халатности. Желание общаться с журналистами пропало. Вы меня слышите? До свидания, без комментариев. Комментировать, возможно, действительно нечего. Служба опеки с семьёй могла быть знакома поверхностно. Предугадать, что с человеком может случиться, какую грань и в какой ситуации он может перешагнуть, это очень сложно. Особенно всем службам профилактическим, которые реально видят семью два раза в год и видят её сначала предупредив звонком. Двое приёмных малышей Рахимовой переданы в другую ресурсную семью. За её родными дочерьми присматривает старшая сестра. Следствие продолжается. Дарёва Кунева, Илья Кузьмин, Олег Добин. Вести.